Привет! Жизнь в большом городе, да, наверное, не только в большом, заставляет тебя зарабатывать. И зарабатывать как можно больше. Но еще при всем при этом, чтобы жить лучше, тебе хочется, ну, вообще, конечно же, каждому хочется жить лучше. И ты думаешь еще и о том, как бы сэкономить лишнюю копеечку. Так вот, я решил записать это видео как раз о том, о тех сервисах, о тех сайтах, которые позволяют нам экономить и позволяют нам зарабатывать. Поэтому, если кому интересно, ставим лайки, пишем что-нибудь в комментариях. Ну и давайте продолжаем. Ну, начать я хочу с тех сайтов, которые, конечно же, нам помогают экономить. Вернее, так сказать, не сайтов, а даже сервисов. Для себя я недавно один открыл, буквально последние пару месяцев как. До этого я не пользовался, хотя он есть давным-давно. Это именно Сбермаркет. Все почему? Потому что, во-первых, когда ты делаешь первый заказ и делаешь его, там, к примеру, от полутора, от двух тысяч рублей, то тебе скидка. Иногда это 650 рублей, иногда это от 30%, иногда даже выше, но везде всегда по-разному. И чтобы пользоваться регулярно вот этими всевозможными скидками, именно я говорю сейчас про первые скидки, то лучше помимо твоего основного аккаунта, который ты осуществишь вход через SberID, чтобы тебе Sber спасибо подали. Ты, допустим, видишь, что есть скидки на первые заказы в оповещениях каких-нибудь и тому подобное, ты создаешь себе просто новый аккаунт. Как это делается? Для этого новая почта, самое простое это Яндекс.Ид, новый номер телефона и все. Новый номер телефона получить тоже, в принципе, несложно. На каждом метро, там, подходите, мы вам симку бесплатно дадим в каждом торговом центре и там подобное. Даже паспорт этим ребятам не обязательно давать, можно, к примеру, тот же самый номер паспорта, но им надо записать, придумать и от фонаря называть свое имя, фамилия. Вообще не важно, можно на свое имя действительно, не важно. Короче, симку получить, симка, почта, но иногда возникает проблема с картой, если вы вдруг привязали свою карту какую-нибудь, Sberовскую, есть неплохой сервис, тот же U-Money, где буквально в несколько кликов можно создать себе электронную банковскую карту, туда же закинуть денежку и с нее совершить платеж. Вот, пожалуйста. То есть для меня это удобно. Удобно почему? Потому что пару раз в месяц, то есть основные закупки, там, мясо, сыр, колбаса, курица, рыба и тому подобное, они производятся, производим их пару раз в месяц и, в принципе, на это где-то тратится в районе 5-6 тысяч рублей. Вот. И такие скидки действительно, они удобны. То есть последний раз мы заказ делали, делали заказ на 6-300 или на 6-400, а отдали что-то в районе 4-80. То есть там была скидка самого вот этого, первого заказа, еще какие-то скидки, в общем, в общем, довольно неплохо и ты экономишь, в принципе. В принципе, сервис, ну, неплохо. Поэтому, почему бы нет, Сбермаркет, всем рекомендую, всем советую. Второй сервис, которым я бы тоже посоветовал, скорее всего, это не сервис, это группы в Телеграм. Таких групп тоже очень-очень-очень много. У каждого города они свои. Они так и называются, всевозможные там скидки и промо-коды. И для каждого города в основном предоставляется, ну, есть, конечно же, и общий, но найти что-то такое, где вот сейчас какая-то скидка или по какому-либо промо-коду можно получить тоже вещь. Это довольно приятные такие сервисы, поэтому в Телеграме тоже пользуюсь. Также сейчас идет такая фишка, не знаю, сколько она продлится. Если у вас карта Мир, пожалуйста, когда вы оплачиваете с телефона, а, это эта фишка, я знаю, когда продлится, она до 31 декабря 2023 года, потом все. То есть, карта Мир, вы оплачиваете ей с телефона, то есть это какое-нибудь Сберпэй приложение. Если на Android, на iOS, на iPhone, я не знаю, как оно правильно называется, то у вас скидка на общественном транспорте 8 рублей. То есть это которые именно муниципальные сами автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. То есть, пожалуйста, 8 рублей скидка. Про другие города не знаю, в Новосибирске именно конкретно это есть. Также тоже недавно узнал, очень удобная вещь, приложение называется SBP или SPB, ну, в общем, называется так приложение, приложение быстрых переводов. Привязываете к нему карту и в каждом продуктовом магазине, ну, может не в каждом, но в Новосибирске я могу точно сказать, в Пятерочке, в Марьера и в Магните эта фишка есть и это работает. То есть, привязываете туда карту и бесконтактным тоже оплатам через вот это NFT, через это приложение вам кэшбэком 10% от покупок возвращается в обычном магазине. Возвращается причем прям сразу. Вот тоже довольно классная, приятная штука, потому что помимо основных продуктов, все равно каждый день ты ходишь, это покупка хлеба, покупка молока, покупка какой-нибудь там что-то. Что-то вдруг подзакончилось, ты все равно к чаю что-то купить, каждый день идешь в магазин и, допустим, все равно там на рублей на 500, на 600 что-то покупаешь, и те же самые 50, 60, где-то 70 рублей тебе ежедневно возвращаются. Ну, просто так, почему бы нет? Поэтому приложение годное, приложение работает. Ну, и теперь давайте перейдем к тем сервисам, благодаря которым можно, так скажем, заработать, а денежки у нас тоже лишними никогда не бывает. Но начнем с того, что, к примеру, каждый наверняка что-то умеет делать и может подработать, так скажем. Кто-то работает бухгалтером, кто-то юристом, кто-то автослесарь, кто-то ничего не умеет, умеет, к примеру, сейчас зима очистить снег, кто-то может купить себе какую-нибудь пушку, делать отогрев автомобиля. Сейчас, кстати, по новосибу тема вообще актуальная. Ну и много-много-много таких всевозможных фишек и способов, халтурок. Где искать себе клиентов? Все очень просто. Это самый оптимальный вариант. Досок, конечно, много. Авито. Авито могу посоветовать. Реально, Авито. Оно работает. И размещаешь свое объявление, что ты можешь делать, какую халтуру. И тебе набирают, пожалуйста, неплохой заработок ежедневный. Или когда у тебя есть выходной день, также продвижение, если подключаешь, то, конечно же, все больше и больше тебя. Ну, в общем, Авито работает в этом плане. Также есть группы, к примеру, если брать... Да, думаю, в каждом городе есть. У нас в Новосибирске есть такая халтурка, НСК, еще много различных групп, которые в ВК находятся. Там тоже периодически выкладывается. К примеру, недавно было нужно выбросить машинку стиральную и предлагали полторы тысячи рублей. Кто за это возьмется сделать? Та же самая стиральная машина, ее предлагали просто выбросить. Но, конечно же, ребята нашлись, которые сдали ее на металл. Также бывает, к примеру, какой-нибудь поставить будку из профлиста, там, обшить что-нибудь. Оплата 15 тысяч работы на пару дней. То есть, ну, вот такие всевозможные халтуры, которых, конечно же, хватает. Если вы обладаете более такими специфичными навыками, ну, не то, что специфичными навыками, но навыки, которые именно делают работу не руками, а, так скажем, головой. Кто-нибудь дизайнер, SMM-специалист, какой-нибудь коуч и тому подобное, наставник. То для этого можно использовать такие сервисы, как Freelance.ru и Quark.ru, ну и другие. Я, конечно же, советую Quark.ru. Ну, или, может, он не Quark. Ну, в общем, Quark. Ссылку под видео я оставлю на этот сервис. Да, вообще, на все сервисы. Ну, не на все, на некоторые из этих я оставлю. Но Quark точно оставлю ссылку, потому что сам я там уже около, наверное, четырех лет. Может, чуть меньше. Врать не буду, точно не помню. Но, фишка в том, что там я занимаюсь лично дизайном и SMM. Также еще бывает, делаю транскрибацию. То есть, это перевод, ну, когда говорят, аудио или видео в текст. Это тоже востребованная, кстати, услуга. И там очень много всевозможных вот этих вот объявлений. Ты сам подаешь, и также есть биржа, где ты откликаешься. Но фишка в том, что, почему именно Quark, он мне нравится. Там нет платного продвижения. Там нет платного продвижения, и все, что именно к тебе приходит, это именно твои заслуги. То есть, там все зависит действительно от твоего рейтинга. Поэтому, чтобы пошли первый клиент, конечно же, лучше сначала на бирже откликаешься и тому подобное. Но Quark, он с этим прям красава работает. Поэтому обратите внимание. Также, если, к примеру, у вас нет таких вот навыков, никаких, нет свободного, допустим, достаточно много времени. Сервис, которым тоже я периодически пользуюсь. Это сервис по доставке. Он называется именно Достовиста. Есть, конечно же, и всякие Сбермаркеты, и Яндекс.Доставка, и другие. Но скажу, почему я выбрал именно этот сервис. Сервис Достовиста. Потому что не нужно носить их спецовку, их одежду вот эту. Не нужно носить вот эти коробушки. Может, на других сервисах тоже такое. Ну, здесь не нужно. Можно выбрать, как ты будешь доставлять, допустим, на машине, на грузовом автомобиле, пешком, на велосипеде, неважно. Какой еще плюс? Не обязательно выходить там на линию на 10, на 20, на 12 часов, на 4 часа. Достаточно просто. Допустим, я иду с тренировки. Пока я в раздевалке переодеваюсь, я смотрю, есть ли какие-нибудь у меня по пути заказа. До дому дойти. И очень часто бывает такое, что продуктовые магазины, такие как Пятерочка, Магнит, с них нужно забрать продукты. И, к примеру, я смотрю, чтобы был по пути. Бывает часто в соседний дом, в соседний подъезд там отнести. И за это зарабатывается 150 рублей. То есть, почему бы и нет. Бывает сразу парочка таких заказов. То есть, пока ты до дома дойдешь, с тренировки, грубо говоря, те же самые три сотни, которые тут же я трачу на какое-нибудь там то же самое молоко, там хлеб или еще что-нибудь. Но в то же время это просто за твои ноги, за лишних полчаса работы. Если кто-то думает о том, чтобы регулярно сделать вот это вот действие, работать на доставке, Лично я проводил эксперимент. И хоть и пишу там от 120, от 90 тысяч заработок, я могу точно сказать, если ты работаешь пишем курьером, то твой заработок будет чистым в районе 45-60 тысяч. Ты заработаешь где-то 90, да, работая по 10-12 часов, скорее всего по 12 часов без выходных. Но вот эти вот 90 тысяч, грубо говоря, 1015 у тебя уйдет на всевозможные переезды, проезды на дорогу. Но это прям будет, я думаю, большая редкость. Соответственно, чистыми будет выходить в районе 45. На вот это вот, может там с грязными деньгами 50 тысяч. Ну, в общем скажу, чистыми 40-45. Вот, поэтому кто что-то пишет, кто говорит больше, не верьте, с учетом того, что работать придется каждый день. Но в то же время, если есть свободный денек, то полторы-две тысячи рублей можно заработать. Можно делать вот такими коротенькими перебежками, можно делать какие-нибудь более длинные заказы, можно, конечно же, меньше заработать. Тут все от желания чисто зависит. Ссылку тоже оставлю. Ссылка у меня реферальная. То есть, перейдя по моей этой самой скидке, вы получите 100 бонусных баллов. И я получу, кажется, там 100 бонусных баллов. Что-то такое. Ну, фишка в том, что... Чем помогает эта реферальная скидка? Во-первых, более быстрая регистрация. Там она убирает этап какой-то дополнительной проверки и этап того, что у вас должны быть поручители. То есть, будет графа поручителя, ее можно будет не заполнять. А так вот эта вот графа поручителя, она тоже многих напрягает. Ну, и во-вторых, вы получите сразу 100 баллов. 100 баллов это то есть 100 рублей. Зачем они идут? Если вы человек самозанятый, то они вам в рубли переводятся при первой же выплате. А если вы, ну, не самозанятый, то у вас заказы, которые за наличный расчет идут. То есть, вам наличка оплачивает. Заказчику подходите, он вам денежку дает. С этих денежек вы оплачиваете комиссию самому сервису. И вот эти вот 100 баллов, они уходят... Сколько там, допустим? С каждого заказа там 15, 20 рублей, 30 рублей. Она уходит на вот это, на погашение этой самой комиссии. То есть, 100 рублей, грубо говоря, просто за регистрацию вы получите. Поэтому вот такие простые способы, нехитрые, но в то же время, которые помогают где-то сэкономить, где-то заработать. А при правильном распределении кому-то они могут вообще заменить работу. Особенно если у кого-то трудности сейчас финансового характера. Ну, а деньги лишними никогда не бывает. Возможно, есть еще какие-то способы, которые я не озвучил. Пишите в комментариях, которыми вы сами, к примеру, лично пользуетесь, которые у вас работают. И, возможно, именно ваш совет, ваш способ кого-то сделает немного счастливее, а кому-то поможет стать, ну, не то чтобы более богатым, конечно же, но жизнь улучшит. Вот поэтому благодарю за просмотр. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого. Всем пока-пока.